Более 60% кузнецких дорог в плачевном состоянии. На встрече с губернатором Сергей Хизлатогорский отмечает, ежегодно на ремонт выделяются немалые средства, но финансирования хватает разве что на устранение локальных недостатков. В итоге к решению злободневной проблемы решено подойти радикально. Местные власти уже достигли договорённости с инвестором о строительстве асфальтового завода. Исправить ситуацию поможет и область. Стараемся в 2022 году вам помочь, увеличить объём средств Дорожного фонда на решение этой задачи. Надо это, конечно, будет сделать достаточно ответственно и оперативно. Ну и, конечно, на следующий год продолжим ставить детские площадки во дворах и благоустройство дворов. Кузнецк должен выглядеть достойно. Качественные, а главное, безопасные дороги важны и нужны не только для местных жителей, но и для увеличения инвестиционной привлекательности. Хотя по этому показателю Кузнецк один из передовиков в Пензенской области. Так, с января по ноябрь этого года объём вложений там составил порядка 2 миллиардов рублей. Показатели отгруженных товаров по сравнению с аналогичным периодом 2020-го выросли более чем на 170%. Реализован целый ряд серьёзных проектов. Конечно, основная инвестплощадка у нас – это технопарк Кузнецкий. Вы там были, видели. Значит, в этом году два проекта закончены. Сейчас ещё очень крупный проект. Это следующий год реализации. Я хочу отметить, что это предприятие приступило к реализации социальной программы. Мы сейчас решаем с ними вопрос по строительству жилья для работников под новое производство. Порядка 100 миллионов рублей вложено в развитие мебельных предприятий Кузнецка. Кроме того, вскоре местные компании смогут частично компенсировать процентную ставку по кредитам. Олег Мельниченко поручил областному министерству экономического развития и промышленности проработать вопрос датирования ведущего кластера второго по величине города-региона.